Сейчас пол восьмого утра, мы ждем автобус, потому что мы уезжаем на экскурсию на пиратской яхте. На каком-то из этих кораблей будет проходить наша экскурсия. Нам уже выдали вот такие банданы, я не знаю, как их завязывать, может так, я не знаю. Пойдемте дальше. Тут есть спасательные жилеты, я надеюсь, они нам не пригодятся. Пойдемте на второй этаж. Подожди, мне эту штуку кто-нибудь. Сейчас мы делаем так вот. Наконец-таки я надела бандану, мне сделали аквагрим, поэтому давайте дожидаться начала квеста. Ребята, начался какой-то ужин. Во-первых, мы поплыли. Один аниматор на всех. Уфы как гримит народу очень много. Пороли от Wi-Fi никто не знает. Зачем я вообще поплыла, если Wi-Fi нет? Все платно, только банданы бесплатные. Какой-то пластиковый меч в 10 долларов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, на самом деле это вариант больше для маленьких. Ну и для малышей здесь есть небольшой минус. Если ты хочешь найти клад на берегу, то нужно плыть с корабля где-то 10 метров до берега вплавить. Понятно, что выдают жилеты и все такое, но некоторые люди все равно остаются на корабле. Смотрите, какие красивые здесь горы. В пещерах этих горы мы искали клад. Большой минус. Вместо песка здесь огромные камни, по которым неудобно ходить. Хотя бы чистая вода. Сейчас все в арку убежали по-пушетелю. И, конечно, мы с вами тоже все это посмотрим и оценим, вкусно ли там еда. Еда тут вполне обычная. Салатики, курица, макароны. Ребят, просто супер. Поднялись волны и пошел дождь. Я уже не хочу ни на какой водопад. Просто отпустите меня домой. Но, к сожалению, на мои просьбы никто не отреагировал. Мы все-таки поехали к водопаду. И, кстати, его высота 32 метра. Это единственное, что я услышала из того, что говорили. А теперь ждем пенные вечеринки. На этом закончилось мое путешествие на корабле. Мне все понравилось. Конечно же, были минусы. Но самое главное, что мы не потонули во время шторма. Хотя нет. Самое главное, что нас покормили. Теперь давайте подведем итог. На корабле мы провели 5 часов. Все время этой поездки дети проводили с аниматорами. И зарабатывали там слои и высоту как бы пены, которая потом будет на пенной вечеринке. Как я и говорила в начале видео, все было платно и недешево. Затем у нас была одна остановка на Черепашем острове. Минус этой остановки в том, что от корабля до берега нужно перебираться в плавь. Конечно же, тем, кто не очень хорошо плавает, выдают спасательные жилеты. Или можно перекарабкаться на остров с помощью буйков. Но все равно многие люди оставались на корабле. На этом острове мы искали клад. И те, кто остались на корабле, просто его не искали. Затем на корабле нас покормили. Еда была достаточно обычная и вкусная. Затем мы продолжали зарабатывать высоту пены. Пену вот посюда мы зарабатывали очень-очень долго. Затем у нас должна была быть вторая остановка на плавание у водопада. Но из-за того, что поднялись сильные волны, пошел дождь, так сказать, начался шторм. Конечно же, капитан не согласился на такое, потому что мы бы просто не смогли пришвартоваться. И как бы мы плавали во время шторма. Затем нас, так сказать, покормили. На тарелочке выдали пять долек апельсина. Поскольку мы не совершили остановку, мы просто очень близко подплыли к водопаду. И хорошо его рассмотрели. Потом мы продолжали зарабатывать слои пены. Мне кажется, зарабатывать эти слои пены уже просто всем надоело. И к тому же это было настолько неприятно делать. Но из-за того, что поднялись сильные волны, пошел дождь. А мы маленькие дети, достаточно легкие по весу. Просто падали во время всех этих танцев друг на друга. Наконец-таки мы заработали нужные слои пены. И началась долгожданная пенная вечеринка. Пенная вечеринка прошла очень хорошо. И, кстати, все мероприятие проходило на русском языке. На этом и закончилось наше плавание. Всего дорога на автобусе от гостиницы в Белеке до Порта Анталии заняла у нас практически два часа. Потому что мы заезжали в пять отелей. И в каждом из них ждали примерно по 15 минут. Получается на этом все. Всем пока. С вами была Мэл 2007. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Вам было интересно его смотреть. И вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.